Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые оказывают влияние на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и не забывайте ставить лайки. Ну что ж, на финансовых рынках прямо сейчас развивается тенденция повышенного спроса на индекс американского доллара. То есть индекс доллара как индикатор широкого рынка, котировки баксов против всех рисковых инструментов, ну так вот можно сказать одним инструментом. Текущие котировки 90-92. Есть ли причина сейчас начинать опасаться за вероятный слом той нисходящей тенденции и очевидного медвежьего тренда, который образовался ранее? И может быть сейчас вот текущая динамика это мотивация для того, чтобы все-таки пересмотреть свое отношение к доллару и вместо того, чтобы ставить на его снижение, поставить на дальнейшее восстановление? Нет, друзья, нету никаких системных причин. Конечно же, рост доходности американских облигаций, которые сейчас и поддерживают ралли доллара, доходности трежериса 10-летних котируются выше отметки 1,3, это максимальное значение за год. Это серьезный катализатор роста. Но этот рост и повышение доходности трежериса стало бы системным фактором только в том случае, если бы на рынке были бы иные нормальные условия, которые позволили бы нам сказать, что повышение доходности трежериса это не просто так. Под нормальными условиями, естественными условиями, я имею в виду параллельное мощное снижение курсов и котировок того же самого американского фондового рынка. NASDAQ, Dow Jones и S&P. Если бы сейчас мы наблюдали коррекцию развития нисходящей динамики и потери этими индексами, там, нескольких процентов за короткий промежуток времени, вот тогда да, я бы призвал вас вместе со мной еще раз оценить дальнейшие перспективы доллара. Но, как вы все прекрасно видите, американская валюта, может быть, и растет на фоне повышения доходности трежерис, но американская фонда держится по-прежнему на исторических максимумах и точно продолжит дальше расти, потому что вот-вот экономику придут серьезные деньги, о которых вы все знаете. Это пакет Джо Бадена на 1,9 триллиона долларов. Второй момент. Давайте копать глубже. По поводу ситуации с американским рынком долг. То есть, если положиться на классическую экономическую теорию, то можно сказать, что если на фоне вот этих бешеных экономических символов, которые сейчас присутствуют, мы видим повышение доходности трежерис, можно зайти на объяснение их роста через возросшие инфляционные риски. И покупка, желание инвесторов купить американские облигации, потому что эти покупки могут быть мотивированы пониманием того, что центральные банки сейчас начнут панически переживать за дальнейший рост инфляции и, соответственно, начнут отказываться от экономических стимулов, ужесточая монетарную политику. И тут я тоже хочу вас осечь, друзья. Нет, этого не произойдет. В текущих условиях регуляторы не откажутся от тех экономических стимулов и того курса на смягчение экономической политики, который был ранее взят, потому что это основной инструмент борьбы с негативными последствиями от ковида. И тут же в качестве доказательства напоминаю вам, что относительно недавно американский регулятор уже давал понять, что он настраивается на рост инфляционного давления, и поэтому отказался от политики наличия в качестве основных параметров, ориентированных для Федрезерва, цели по инфляции в 2%. На этом уровне она была в течение многих лет. Но сейчас ФРС придерживается другой политики, инфляционного таргетирования. Это значит то, что целевой потолок значения индекса потребительских цен находится на каких-то пока что теоретических уровнях, но гораздо выше 2%. И это значит то, что даже тогда, когда индекс потребительских цен в США достигнет 2% и окажется выше, американский регулятор не будет ничего делать с процентной ставкой и с действующими экономическими стимулами. Поэтому то, что происходит с долларом в моменте, это да, это реакция трейдеров на изменения на долговом рынке, но долго эта динамика не сохранится. Я уверен, что как только на рынке весь этот фон перебьет новость о том, что правительство США согласовало пакет экономических стимулов, мы вернемся к прежним тенденциям и к прежним трендам, которые вам хорошо известны. Это индекс доллара на дальнейшее снижение, тем более, что вчерашние протоколы, хотя я понимаю, что они как бы отражают картину месячной давности, но все же протоколы, которые дали нам еще один сигнал того, что политика американского регулятора будет точно такой же, как и раньше. Нет никаких объективных оснований, чтобы от нее сейчас отказываться. Я имею в виду отказываться от мягкого курса. Поэтому, друзья, если вы считаете, что индекс доллара развернулся, ну, пожалуйста, тогда вам тоже нужно его покупать. Но если вы все-таки ранее положились вместе со мной на анализ фундаментальных факторов, и если вы понимаете и видите все вот эти причины, о которых я только что рассказал и которые я прокомментировал, тогда давайте держать оборону и ждать именно прихода на рынок новости о новом фонде госпомощи и, соответственно, возобновления прежнего медвежьего ралли по доллару. На Бломберге вчера я видел заголовок по поводу инфляции. Мне очень понравилось, я прям делюсь с вами. Друзья, то, что призрак долларовой инфляции начинает скалить зубы. Это, ну, конечно же, это объяснение того, что сейчас мы видим на рынке американских отражерис в плане их роста. Но все-таки давненько мы не слышали и не видели акцента разных источников именно на сохраняющихся рисках инфляционного давления как следствие тех экономических стимулов, которые ранее были приняты. То есть я сейчас, друзья, вас веду к тому, что у нас на рынке есть инструмент, который мы держим про запас и с которым мы готовы работать в случае роста инфляции. Это золото. Но если сейчас начинают реально поступать сигналы о том, что инфляция будет расти, мы должны все-таки понимать, что в связи с этим у золота будут очень хорошие перспективы для дальнейшего восстановления. Прямо сейчас золото котируется на уровне поддержки с июля месяца. Там примерно в районе 1780 долларов за тройскую унцию. Я думаю, что существенно ниже текущих значений мы не пройдем. И где-то вот сейчас должен уже произойти разворот, в том числе основанный на каких-то технических факторах. А если добавим еще и фундамент, то, пожалуйста, очень неплохие возможности для дальнейшего восстановления. Нефть 65 долларов за баррель. Это текущая ситуация по бренду. Поддержку нефти оказал отчет от Американского института нефти. Запасы снизились на 5,6 миллионов уже которую неделю подряд. Традиционный фактор поддержки. Аномальные холода в Техасе, которые, с одной стороны, не только в Техасе, в ряде американских штатов привели к повышенному спросу на топливо. А с другой стороны, стали причиной, из-за которых многие нефтяные объекты вынуждены были приосновить свою деятельность. То есть у нас растет спрос и падает предложение. И идеальная картина для того, чтобы простимулировать повышательную динамику цен на нефть. Это все хорошо, друзья. Но я спокойно сейчас отношусь к этому росту, потому что понимаю, что он является аномальным, таким же, как холода. Он основан на форс-мажорных обстоятельствах, которые, как вы понимаете, быстро сходят с рынка. Погодные условия восстановятся уже к выходным. И о Техасе уже в понедельник никто и вспоминать не будет. Производство вернется к прежним уровням. И на рынке разразится коррекция. Плюс ко всему, впереди совсем скоро мартовское заседание Министерского комитета ОПЕК. И уже по предварительным данным от некоторых источников на рынке есть информация, что будут обсуждать на встрече не только уровень нефтедобычи всеми участниками энергетического пакта в совокупности, но и на этой встрече Саудовская Аравия может сообщить, объявить об отказе от одностороннего сокращения добычи на 1 миллион баррелей. Друзья, ни в коем случае. Ну, прям, если вам неинтересна моя точка зрения, если вы не согласны с ней, то просто подождите. Подождите, ну, поищите информацию в других источниках. Вы поймете, что на рынке назревает потенциал, который может привести к коррекционному откату. Я очень не хочу, чтобы вы прям купили нефть на хаях, когда она готовится к серьезному снижению. Смотрим на уровни, я буду держать вас в курсе на последующих брифингах и найдем точку входа для коррекционной динамики. По евро-доллару мы не раз уже откатывали там диапазон 1.21.21, после чего происходило восстановление. Я готовлюсь и ожидаю точно такой же сценарий и дальше.